Девушки отдыхают Ладно. Слово предоставляется старости отличнику победителя Олимпиад Жене Дедковской. Эй, Жек, ты норм? Что с тобой? Эй, позовите Глеба Геннадьевича! Быстрее! Что с ним? Субтитры создавал DimaTorzok Это сняли вчера вечером. В лицее информационных технологий. Мальчика спасли? Нет. Остановка сердца. Вообще-то похоже на передозировку наркотиками. Экспертиза была? Зришь, корень. Скорая так и сказала. Сегодня парня привезут к нам на вскрытие. Я вообще-то извиняюсь, но с каких это пор? Особый отдел занимается подростковой наркоманией. Фамилия погибшего парня Дедковский. Это... Его папа руководитель отдела по борьбе с наркотиками. Если парень умер от передоза, Дедковский уйдет в отставку. Дело на контроле в министерстве, как вы понимаете. Угу. Отец отвечает за своего сына. А сын за отца. Личные вещи погибшего парня. Идем, изучаем. Настя, отчет нужен срочно. Есть. Я возьму... Саня, а что это сейчас было? Вы с Владом что-то поделили? Тебе показалось. Саша, можно тебе на пару слов? Разберите пока улики, ладно? Что? Саша, я надеюсь, ты понимаешь, что когда мой отец... убил моих родителей. Да, я видел это. Но я ничего не мог ему сказать. Я понимал, что у него все свачено в органах. Я был уверен, что он меня может убить. А сейчас? Сейчас все изменилось. Я изменился. Я борюсь с такими, как он. С такими, как он. Но не с ним лично. В этом вся проблема, Влад. Так. Фу, вроде они разбудили. Ой, что? Что такое? Что случилось? Вы уснули, Марья Матвеевна. Давление скакнуло. Присела. Что ж ты отдохнуть-то не даешь? Бестолковая тварь. Иди. Ну, почему сразу бестолковая? Московь очень даже толковая тварь. Вы знаете, целый день замахаешься, ходишь, как выжатый лимон. А потом берешь Катюню, погладил, и как новенький. Вы бы попробовали. Тебе бы, Микола, сказки писать. О, пустое ведро, плохая примета. Хуже не будет. Ну, что там в боксе? Ничего, тетрадки, книги, рюкзак. А бананка? Эй, вы серьезно? На видео у пацана на поясе была бананка. Сумка. Понятно. Надо с родителями поговорить. В лицей поспрашивать. Поедешь снова в лицей? Денис, поехали, с родителями, парни, поговорим. Да, Влад, конечно, глазастый. Как он эту сумку заметил? Саша, что случилось? Ты о чем? Ты отказалась работать в паре с Владом. Молчишь всю дорогу. Денис, у меня все хорошо. Угу. Слушай, я тут на выставку ходил недавно. Чтобы научиться бурлука от бурлюка отличать? Вообще-то я стараюсь. Извини. Так, куда ты там ходил? В современное искусство. Потом выяснилось, что художник этот картину свою не руками рисовал. А чем? Последним хвостом. Подожди, а ты о чем подумала? Да так. Денис, давай лучше на нормальную выставку сходим. А потом в ресторан можно. Света. Не подходи ко мне. Что? Что ты делаешь? Зачем? Да я... Это я не уберегла ребенка. Ты тут ни при чем. Женю убили мои враги. Там полиция приехала. А, Люсь, посади их в гостиной. Я сейчас подойду. Я выясню, кто это сделал. И накажу. Ясно? А вы Дедковским кто? Я подруга Светлана. Как только узнала, сразу приехала. Горе большое. Не знаю, как они теперь жить будут. Подполковник Дедковский. А вы? Особый отдел капитан Шповал. Старший лейтенант Корнеева. А ваша жена подойдет? Она не в том состоянии. Я понимаю, просто она была в школе, когда Женя погиб. Да, там шло родительское собрание. Но пока на все вопросы отвечать буду я. Хорошо. Для начала нас интересует, куда пропала Женина сумка. Она висела у него на поясе, и мы увидели это... На видео, ясно. Так, давайте мы с женой завтра к вам подъедем. В 12. Нормально? А может сейчас поговорим? Наметим направление расследования. Какие направления, капитан? Ты знаешь, чем я занимаюсь? Так точно. У меня половина СИЗО враги. Мой сын не был наркоманом. Ему что-то подсыпали. Идите в лицей. Опросите одноклассника, учителей. Наши коллеги уже там. Вот пусть они там и спросят, где его судник. Не смей больше задерживать. До свидания. Всего доброго. Долго еще ждать. У нас перевозки остановились. Почему мы ничего не делаем? Я делаю. А ты уже все сделала. Алло. Спасибо, что оперативно. Ну что? Спасибо. Значит так, есть компания-перевозчик, их лишили лицензии. Фуры простаивают. Мы их берем в аренду по очень низкой цене. Ай, молодец. Их фуры пойдут на наши старые направления. А новое направление обслужит наш автопарк. Молодец, доча. Учись. Взять. У меня надо Макса на английский отвезти. В общем, их преподаватель Глеб Геннадьевич ничего не видел. Проводил собрание. Когда пришел, Женя был уже мертв. А о наркотиках он в курсе? Говорит, Женя не употреблял. Он даже дал видео с камер наблюдения. У меня имя тут весь лицей утыкан, так что запасемся попкорном и будем смотреть. Ты угощаешь, я все на алименты потратил. Девочку эту помнишь? Та, которая с видео? Да, Соня зовут. Ну-ка. Здравствуйте, капитан Романенко, особый отдел. Здравствуйте. Вас сейчас занятия отпустили пораньше, да? Да. Хорошо, я коротко. Скажите, на Жене вчера была сумка такая, бананка. Куда могла деться? Да, мы не знаем, нас сразу отогнали. Вы у мамы Жени спросите, она знает. Ага, спасибо. Еще одно. Скажите, Женя вчера ел, пил что-нибудь странное, подозрительное? Да нет, как всегда, в столовке кушали. Все целы. А Женька? А наркотики он употреблял? А как тут не употреблять? Дядьки нечем. Слушайте, мы несовершеннолетние, вы не имеете нас права допрашивать без родителей. Идемте. Ты глянь, какие грамотные, а? Юношеский максимализм в расцвете сил. Слышь. У парня в организме было два препарата. Амфетамин, это наркотический стимулятор, он заставляет организм действовать быстрее. Ну, это я в курсе, а второй? Сильное обезболивающее. Вышел конфликт. Ты имеешь в виду... Конфликт препаратов, это все равно, что в машине одновременно тормоз и газ сжать в пол. Да, да, понимаю. Полное несочетание препаратов и убило его. Ты мне вот что скажи. Как эти препараты чертовы к нему в организм попали? Подлили, подсыпали. Порошок был в полости носа, судя по слизистый, парень регулярно нюхал. Просто в последний раз ему продали, так сказать, убийственный коктейль. Ясно. Спасибо. Это видео со школьных камер. Нас интересует второй этаж, время около семи вечера. Больше? А мне бутерброд дай, пожалуйста. Так, это скорая проехала, да? А это кто? Это мама погибшего мальчика. Я ее профиль в соцсетях видела. Хорошо. И что же она несет? Я не вижу. А вот зря ты от еды отказалась. Здесь морковка порезана. Светлана Дедковская несет сумку-бананку, которую мы видели на поясе ее погибшего сына. Куда она пропала? Ну, никуда. Вот она выходит. Но уже без сумки. Так, а где сумка? Не, ну реально, а где сумка? Нет, подожди. Ты помнишь планировку здания? Сейчас найдем у Илюши планировку лицея. Да не надо, там тупик. И окно. Получается, она ее в окно вышвырнула. Не просто в окно, там под окном два мусорных бака. Ну, значит, на помойку, еще лучше. Так. Хочешь поехать? Я занята. Думаю, вы и без меня справитесь. Ну, поехали. Да. Пожалуйста. А, да, спасибо. Стой! Стой! Подожди! Стой! Говори! В руке! Полиция, отпускай! Фу! Я думал, капец улики. Капец костюмов. Ну что, кто полезет? Мужчина! Приехали. Доброе утро! Капитан Савчук, особый отдел. Светлана Петровна, пройдемте, пожалуйста, за мной. Что это значит? А я? Антолий Павлович. А вы следующий. Вы пока можете выпить кофе. Может, у нас буфет прекрасный? Я иду с женой. Простите, дарший подполковник. У нас свой регламент. Вы же хотите точно узнать, что с сыном случилось? Светлана Петровна, пройдемте. Идея. Что вы говорите? Женя не мог быть наркоманом. Я понимаю ваши эмоции. Но это официальные выводы эксперта. Ваш сын употреблял амфетамин. Это стимуляторы. Человек становится более бодрым, активным. Появляется излишняя самоуверенность. Я думала, это характер. Может быть, постоянная нервозность. Не замечали? Что говорят? Что я ничего не замечала. Она чем-то закинулась перед началом. Точно. Реакция заторможена. Это транквилизаторы. Коля, спроси ты, наконец, почему она сумку выбросила. О, молодец. Видели ее лицо. Она очень не хотела, чтобы мы это нашли. Это Женина сумка. Внутри этой сумки еще был телефон вашего сына. Он, кстати, был с паролем. Вы не знаете? Нет. Мы не смогли его включить, он постоянно разряжался. Разряжался? Странно. Телефон был совсем новый. Долго заряд держат. И Женя следил за этим. Ну, ничего страшного. Если что, наш компьютерщик его сломает. А вот это порошок, который нюхал ваш сын. Гремучая смесь. Два несопоставимых препарата. Они его и погубили. На пакете также присутствуют следы крови, но это не Женина. Мы обязательно выясним, чьи. Но для начала хотим понять, кто продал Жене эти наркотики. Какой ужас. Я не могу во все это поверить. Женя... Женя прекрасно учился. Я... Вы видели эту сумку и выбросили ее на помойку. Я... А вы? Ну, что вы на это скажете? Да, слушаю. Почему не пустили на допрос? Чтобы не оказывал давление на жену. Так точно. Но она хотела уничтожить улики. Есть. Коля, заканчивай. Я сказал, заканчиваем. Сергей Сергеевич, а можно объяснить? Это все. Спасибо. Женщина была в состоянии аффекта. Не понимала, что делала. Все. Илюша, пиши. Мои дела норм. Про работу распространяться не могу. У нас все секретно. Я как бонд только меньше бегаю. Отправить. Привет. Что ты делаешь? Да так работаю. Привет, Ко. Котик. Ого. Зарина. Моя первая любовь. Сто лет на связь не выходила. Я тут раз. Симпатичная. Симпатичная? Да она просто бомба. Илюша, а ну покажи фотоальбом Зарины. Нет, нет, не надо. Спасибо. Весь отдел ждет, пока ты взломаешь телефон погибшего парня, а ты... А я... Что я? Пяришься на бомбу. Так я все сделал. У Илюши есть все параметры. Вон он пыхтит, ломает пароль. Но я что, виноват, что процесс немного затягивается, потому что телефон постоянно разряжается? Ну вот. Ну, все готово. А ты боялась. Настя! Примите еще раз мои соболезнования. Да, спасибо. Всего доброго. До свидания. Что ты копаешься? Иди в машину. Смотри, какой недовольный. Садись. Под ним, походу, кресло так нормально закачалось. Ладно, пойдем, шеф. Пошли. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Вопрос. Как в пакетике оказался второй препарат? Случайно? Это вряд ли. Если дилер хочет увеличить объем порошка, он просто крошит мел. А тут дорогущий препарат, который отпускается по рецепту. Аргумент принимается. Допустим, парня убили намеренно. Главный вопрос, где он взял пакетик? Я хакнул телефон жертвы. Там есть переписка с дилером. Ну, вернее, была, но я все восстановил. Так вот, парень покупал наркотики у одного и того же минера. Минера? Это дилер. Только он передает товар не из рук в руки, а оставляет в надежном месте. Закладка называется. И там была еще одна переписка Жени с одноклассником, из которой следует, что парень частенько выслеживал минера и опустошал закладки. Ну, чтобы не платить. Я, кажется, понял. Скорее всего, дилер вычислил, кто опустошает закладки, и убил Женю. Отомстил, так сказать. Я слышал про такие случаи. Костя, мы можем найти минера по номеру телефона? Нет, он перестал пользоваться сим-картой. Но как только он вставит карту, Илюша мне сообщит. А если не вставит? Ну, тогда вставят нам. Идите работать. Свободны. Виктория, подождите. Госпожа психолог. Вам не кажется, что в коллективе странная атмосфера? Да. Так сделайте с этим что-нибудь. Ну, конечно. Я могу идти? Можете. Это орнитологическая 11. Вот, наш дрон летает над базой Турка. Так, вот, контролируем каждую машину. А неплохо развернулся, да? Свернем. Разрывчатка готова. Ну, да, на сегодня, на вечер, как мы говорили. Ты мне оставь это. Я хочу контролировать. Без проблем. Все спины в этой шерсти. Маскот. Мы за тебя в ресторан опоздаем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Хорошо, сейчас будем. Вообще-то рабочий день окончен. Я думал, что мы сейчас будем в ресторане. Дедковский избил жену. Нужно ехать. Поехали. Вы будете писать заявление? Нет. Этим и должно было кончиться. Толя давно меня ни во что не ставит. Я кто? Тупая домохозяйка. А он большой начальник. Борец с наркотиками. И тут я ему все испортила. В каком смысле испортили? Он считает, что я его подставила тем, что хотела избавиться от наркотиков. Говорит, теперь начальство думает, я прикрываю грехи сына. Светлана, ваша подруга сказала, что вы хотели покончить с собой. Я волнуюсь у тебя. Да. Потому что это я убийца. Вы имеете в виду убийца сына? Да. Это я виновата в том, что Женька начала наркотики принимать. Я хотела показать мужу, какой сын у нас молодец. Давила на Женьку, чтобы он обязательно был лучшим. Мы говорили, вышли сюда. Нет. Он как-то выиграл олимпиаду. Я подошла к нему поздравить. Обняла. А он весь дрожит, так перенервничал. Я просто без одней мысли дала ему свою успокоительную. Ну, так, чтобы он успокоился. И вот, наверное, это все и началось. Да, товарищ полковник, нечасто вы в наши края. Ну, так и дело непростое. Так а что, расследование идет. Подозреваем минера. Парень опустошал закладки. Серж, никакого минера искать не надо. Простите? Объясню доходчиво по старой дружбе. Вчера там договорились, что Дедковский остается на своей должности. Продолжает руководить наркоотделом. Поэтому, как ты сам понимаешь, у него не может быть сын наркоман. Чайком угостишь? Да уж лучше крепенького. Крепенько. Вот это правильно. Вот скажи мне, Илюша, когда эти старички перестанут совещаться возле доски? Так же никаких деревьев им не хватит на бумагу. Недостаточно водных. Повторите запрос. Риторический это вопрос. У вас одно непрочитанное сообщение от Зарина. Читай. До встречи вечером. Смайлик с поцелуем. Знаешь, какой смайлик? Пошли ей. Обнаружена активность. Телефон объекта. Минер включен в районе лесной массив. А вдруг? Ребята. Минер включил телефон. Он на лесной массиве. Я вам координаты на телефон скидываю. Кто поедет? Я. Я тоже еду. Да все поедем. Ну, тогда погнали. Надо же. Это вам не нужно. Виктория. Виктория. Если мне не верит, то помогает. А. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А где эти деятели? На задержании. А почему я не в курсе? Сергей Сергеевич. Раз уж есть секунда, я хотела вам сообщить, что я готова. Да? К чему? Провести тренинг. По стачению коллектива. Вы просили. Саша, а вы где? Скинь мне адрес. Быстро. И если всех к чертям не уволю, проведешь тренинг. Угу. Давай, выплывай. Давай, выплывай. Телефончик ты зря отключил. Саша. Угу. Сергей Сергеевич. Капитан Романенко. А почему я о следственных действиях узнаю последним? Да мы просто не хотели вас беспокоить. У вас же гости были. Минера в отдел допросить. А потом сразу ко мне. Ясно? Понял. А я смотрю, у вас прям любовь. О, ты глянь, помогает. Что? У меня давление теперь, как у Гагарина. Ах. Ах, ты мой хороший. Обнаружена шпионская программа. Роденький. Так вот, почему ты разряжался. Предатель. И заканчиваем самодеятельность. С завтрашнего дня дело переходит в наркоотдел. Дедковский будет расследовать Смирцину. Разве в этом нет конфликта интересов? Конфликт интересов? Надо запомнить. Можно? Мне кажется, бомба. Ну, давай, взрывай. В общем, это телефон Жени. Я всю голову ломал. Почему этот телефон так быстро разряжается? Костик, давай короче. Хорошо. В общем, здесь установлена программа шпион. Поэтому он так и разряжается. Кто-то следил за перепиской парня. Может, хотел узнать место закладки. А может, нет. Сергей Сергеевич, дайте нам еще сегодня. Мы проверим. Дайте Сергею Сергеевичу. Если мы отдадим дело в наркоотдел, его развалят. И Илюша нашел камеру наблюдения со стройки. С места, где жертва взяла закладку. Правда. Мы дожмем это дело, честно. Действуйте. Давайте, давайте, пока не передумал. Погладим. Саша. Саша, нам нужно поговорить. Нельзя это вот так оставлять. Недосказанно. Влад, не сейчас, правда. Слушай, может, снова поужинаем, а? С этой своей Зариной ты не хочешь поужинать? Я с ней все. Что, она оказалась полще, чем на фотографии? Нет. Если честно, обещай, что не будешь смеяться. Обещаю. В общем, у нее муж есть. Он охранником работает. И она попросила пристроить его к нам в отдел. Ну, ты ж обещала. Все, все, извини. Так. Вот Женя Дедковский. Вот он забирает закладку в начале шестого. А меню расставил ее в три. Так, Илюша, от Натвы назад. Значит, нужно найти всех, кто был в период с трех до шести на стройке. Или остановиться на ком-то одном. На ком? А вы никого не узнаете, капитан Романенко? Нет. Нет. Я что, забыл? Ну, плохо не знать, а потом забыть. Ладно, ты ее даже не видела. Это Алиса. Подруга матери погибшего мальчика. Значит, не такая уже подруга. Снимайте лекопластырь. Снимайте, снимайте. Итак. На указательном пальце правой руки есть рана. Предположительно, недельной давности. Требуется дополнительный осмотр врача. Зачем это все? У нас есть пленка, на которой вы оставляете пакетик с белым порошком на стройке. Там был гвоздь. Вы поранились и оставили кровь там и на пакетике. Какой еще пакетик? С наркотиками. Точнее, со смертельным коктейлем для Жени Дедковского. Анализ крови подтвердит это в два счета. Нам единственное, надо только дождаться и все. Хорошо. Это я подсыпала обезболивающий препарат в наркотики. Вы понимали, что это убьет мальчика? Да. Это была месть его отцу. И за что же вы вестили? Я в столицу приехала из маленького шахтерского городка. У нас там и сегодня одной. Вечером лучше на улицу не выходить. А представляете, 15 лет назад. Представляю. Я тоже не здесь родился. И что? Митя. Мой старший брат. Он музыкой занимался. Группу сколотил. И ездил в Киев на прослушивание. А потом начал травку курить. И ребятам начал возить. И вот однажды его арестовали. Знаете, кто арестовал? Дедковский. Тогда еще лейтенант Дедковский. Не, ну, если распространял, то, конечно. Митю судили за торговлю наркотиками. Его выставили чуть ли не наркобароном. Дедковский повесил на него все, что было в округе. За это дело его повысили. Сколько дали вашему брату? Восемь лет. Он усидел семь. Потом его выпустили, потому что в тюрьме никто не хотел возиться с туберкулезником. Мы с мамой Мы его пытались выходить, но уже было поздно, и он умер. Красивый. Талантливый. Из-за кого? Из-за кого? Хорошо, а как вы тогда пошли в доверие к Дедковским? Как вам удалось? Да никак. Я закончила университет, осталось преподавать. Искала подработку. Меня свели с женой Дедковского. Я ее не знала, она меня тоже. Только потом я поняла, с чем сыном я занимаюсь. Я на него смотреть не могла. На эту его улыбочку самодовольную. Как он жрет, хорошо отдышит. А комития лежит в земле. Почему вы убили Женю, а не самого Дедковского? Мертвого ничего не чувствуют. А я хотела, чтобы Дедковский страдал. Чтобы все узнали, какой он борец. Чтобы все увидели, что у него сын наркоман. Я не понял, это шутка такая? Нет, я не шучу. Пишите рапорт. Завтрашнего дня на пенсию. И еще одно. Нашему отделу поручена экспертная оценка ваших дел. Что за бред? Что вы там оценивать собрались? Наличие улик, свидетельских показаний, доказательной базы. Это повестка. Ждем вас на допрос. Всего хорошего. Ничего не видно? Нет. Ну? Давай. Молодец. И зачем это все? В коллективе проблемы с доверием. Передавай повязку Владу. Красавчик. А ловить кто будет? Денис. Нормально. Давай просто расправь руки, как крылья, и падай. Давай, давай. Не бойся выпасть из гнезда. Орнитологи тебе выходят. Ну, ты будешь падать, нет? Костик, пробей, что находится на орнитологической 11. Сейчас. Ты падать будешь? Ну, сейчас. Отлично, молодец. Ну, что? Там склад какой-то. Вик, извини, я все. Ну, и куда он полетел? Влад! Ты куда это? На ночь глядя. Сестра на ужин позвала. А, на орнитологическую? А если честно, что там? Сам не знаю. Ну, вот хочу проверить. Я с тобой. Ну, если доверяешь. Давай. Ну, а потом на ужин тоже вместе. С сестрой познакомлю. Я согласен. Шеф получил распечатку бандитской переписки. Там был какой-то шифр, и долго ломал голову, о чем это. И вот понял. Адрес и время. Судя по всему, на этом складе наркота. Посмотри. Погнали. Надо заканчивать с пирожками. Клим? Тебе все видно? Картинка отличная. Ну, что, Виталя? Жги. Нет. Что ты там делаешь? Блин, спалят. Уходим. Эй, вы стоять! Давай, 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 давай. Давай, давай. Слад. Ты как? Давай, давай, вставай. Ты как? Давай! Ничего себе! Давай! Ужин остается в силе. Да, блин, очень вовремя. Давай! Самое время. У меня все точно такой же, как ты. Никита зовут. Тоже футбол обожает. Надо будет их познакомить с Максиком. Хорошо, что ты перестал от меня скрывать своих друзей и коллег. Никого я не скрывал. Тихо, не дергайся. Я выиграл. У меня еще много игрок. Пойдем. Пожди. Люсь, а Клим чего тут в Киеве? Не в курсе? Нет. Кажется, Алеша пришел. Ты в порядке, сын? В полном. А что? Сон. Дурно отряснился. Нет. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok